Евреи, как тормоз в кавычках, спасение. В действиях врага всегда есть зерно и добра, и зла. Зло бы смыслама, помимо чисто сатанинской жажды небытия и воли к смерти, это страх пути Вавилона перед путем и Иерусалима. Зеленая квадрига пока ломит неостановимо. Протянувшись от Индии до Испании, она захватывает массы Третьего мира и маргиналов Первого и Второго, прорываясь на юг Африки и юг России, в Китай и Юго-Восточную Азию. И вдруг посреди этого, ширящегося монолита, этой проекции духовной империи без смыслама на землю, появляется инородное тело, Израиль, маленькое, но мощное и задающее ритм всему, как бьющееся в теле сердце. Это десант Бога, высаженный в гущу врага. Конечно, противник бросает против него все силы. Используя всех бесов, он восстает против инородного тела, чувствуя вовсе не территориальную, а сущностную угрозу своей империи. Израиль, как жужжание пчеломатки, имеет потенциал изменить весь духовный улей, в кавычках, Ближнего Востока. Без смыслам пытается уничтожить этот форпост Бога, иначе он знает, дух Израиля постепенно освободит миллионы душ, запертых во тьме противником. Ибо дух Израиля есть свобода от земных властей, царей, шейхов, аятол, и под отчетность только Творцу. Дух Израиля — угроза для власти развращенных тиранов, на которых любит ставить противник. От крупных дьяволов, типа Сталина и Гитлера, до мелких бесов с рожками куфии, одинаково держащих своих подданных в страхе перед режимом и ненависти к «внешнему врагу», в кавычках. Сама идея Израиля, этого, кавычки, сионистского образования, кавычки, разрушает клановую, стадную, легко подчиняемую структуру мусульманского общества, делегировавшую ответственность перед Аллахом, своим шейхом и аятолом. Элита исламского мира чует, что идея Израиля несет угрозу их власти, что рабы от их женщин до их богословов могут стать свободными. Ненависть исламской элиты к Израилю в корне своем — чистое зло. Однако ненависть к Израилю мусульманских масс, выросшая на чудовищной антисионистской лжи, которая неутомимо унавоживает их исламская элита, в духовном корне своем имеет семя добра. И семя — это жажда спасения. Сделаем шаг назад, чтобы разглядеть это семя. После победы над нацизмом человечество осознало запрет на мысли о превосходстве какой-либо расы. Более того, пришло осознание уникальности и необходимости каждого народа, наделенного своей особенной и важной задачей в общечеловеческом деле. Послевоенное антиколониальное движение, самоосознание и освобождение сотен «цветных» наций — это духовные плоды победы над идеей нацизма. А теперь два шага вперед. После неизбежной победы над исламизмом человечество поймет запрет на мысли об исключительности какой-либо религии, но при этом Бог, как фактор политики, вновь поставленный на глобальную повестку дня исламским джихадам, уже не сойдет с нее. Да, исламизму надо быть благодарным за то, что он заставит все вдалибералов понять, радикальное разделение между религией и государством так же пагубно, как их радикальное соединение в исламской теократии. Ответом поумневшего от новых страданий человечества на политический ислам станет истинная теополитика, то есть новая глава в истории, когда при сохранении свободы совести духовной мудростью будут пропитаны все государственные структуры и сферы социальной жизни. И здесь мы возвращаемся к евреям. Нацизм сделал евреев главным врагом потому, что евреи были архиконкурентом, обладающим зерном верной, духовной, а не расовой чистоты. Исламизм видит в евреях архиконкурента в своем «кампфе», в кавычках, в теологизации политики и жизни. Однако евреи в лице правящей элиты Израиля отказываются от этой задачи, вызывая еще большую ненависть. Разберем этот парадокс. Осознание того, что спасение от иудеев Евангелие от Иоанна 4.22 живет в подсознании всех народов, чьи религии вышли, в кавычках, из иудаизма, как христиан, так и мусульман. Христиане терзали евреев за отказ креститься, именно потому, что евреи «тормозили», в кавычках, всеобщее спасение. Принявшие христианство народы неосознанно понимали, что коллективное просветление евреев даст необходимую критическую массу духа и начнет преображение мира, то есть такую трансформацию человеческой природы, при которой инстинкты зла потеряют власть над человеком. А просветление это у евреев по христианской теологии должно было состоять в кавычке «принятии Христа», кавычки. Не желая завоевывать Царство Божие своими усилиями, христианские народы хотели «срезать угол», кавычки, въехать в это «ЦБ» на шее у евреев. Они забывали о том, что апостол Павел втолковывал на разные лады язычникам. «Вы не оглядываетесь на евреев, они дают вам шанс спастись самостоятельно. В этом большая заслуга». Однако народы оглядывались, и как необласканные дети сначала обиделись, потом перешли к ненависти и, наконец, к бесснованию. Начав доказывать себе, что им от евреев ничего не надо, дошли в этом доказательстве до «не надо евреев при Холокосте». Неисповедимая диалектика. Бог хочет, чтобы евреи продвигались к святости быстрее и разрешает народам-яздакам подхлёстывать их антисемитизмом, но не разрешает евреям спринтерского рывка к финишу, чтобы яздаки не въехали в рай на иудейском хребте, а спешились и развивали собственные мышцы. Метафизически христиане отцепились, в кавычках, от евреев с требованием крещения сразу после Холокоста. С одной стороны, ветви, привитые по тому же Павлу к «природному корню маслины», кавычки, народа Израиля, сожгли этот самый корень и обнаружили, что без него ветви отсыхают. Дух, как питательные соки корней, уходит из церкви. Отсюда, в частности, жажда христиан-сионистов прильнуть к еврейским истокам. С другой стороны, христиане увидели, что «упрямые жиды», понуждаемые чудовищным страданием, сделали гигантский шаг к цели всеобщего спасения, поскольку их коллективное еврейское просветление возможно лишь в коллективе еврейского государства. Дети дома Иакова восстановили Израиль. Но мусульманам, чтобы «отцепиться» от евреев, этой первой стадии всеобщего спасения мало. Исламский мир — это сотни миллионов мужиков, терзаемых двумя основными инстинктами — желанием секса и желанием убийства. Эрос и Танатос. Шариат, подавляя первую страсть, заставляет полностью сублимироваться во вторую. Благо, всемирный джихад предоставляет возможность. И хотя сознание несчастных рабов без смысла лама, полностью покорено мечом и членом, на самом дне его живет жажда избавления от этого ига. Более того, чем более дико это сознание, тем более дико и страстно неосознаваемая жажда освобождения. Слуги без мыслама, религиозно-политическая элита, говорят им, «Освобождение, которого вы чаете, это всемирный халифат. На пути к вашему освобождению стоят лишь евреи. Уничтожьте Израиль и освободитесь!» И эта черная, вонючая нефть, изливаемая на сознание мусульманских масс, вспыхивает пожаром ненависти, дойдя до уголька подсознания, которое говорит им, «Если б евреи захотели, они бы освободили нас, если б евреи стали святы!» Но эти гады не хотят. Они отвергли свою книгу. Они отказались от своего наследства. Эти презренные даже не хотят бороться за свою землю. Они не хотят сделать усилия. Джихад! Они отказались от еврейской работы, в результате которой мы бы спаслись. Они злостно скачут, саботируют, издеваются над нами. Мы ненавидим их. Но если мы страданием заставим их вернуться к Богу, мы спасемся. Поэтому, чем больше коллективный еврей, Израиль, отказывается от своей уникальной миссии, упорствует в том, что он такой же, как все, и хочет лишь затеряться в ассамблее ООН, чем больше он пытается купить мир в кавычках у мусульман, давая им в качестве взятки куски земли Израиля, цельность которой абсолютно необходима для выполнения еврейской работы, тем больше его ненавидят. В этой ненависти мусульман к Израилю есть злоба детей на папашу, кавычки, зажавшего наследство, кавычки, взвалившего таким образом на их плечи тяжкую необходимость добиваться всего самим, длинным и неверным путем через тяжкие ошибки. Дело не в том, что Израиль забрал у них что-то. Несколько десятков квадратных километров в пустыне, а в том, что Он дал им слишком много лидерства в борьбе за святое и справедливое мироустройство. И до тех пор, пока Израиль не понесет впереди всего человечества знамя еврейского джихада, ненасильственной борьбы за одухотворение материальной жизни и социума, Бог будет допускать, чтобы знамя это нес Ишмаэль, превратив его в исламский джихад, в насильственную и страшную обезьянью карикатуру на то, что должны были сделать евреи. Пока Израиль не возопит к Богу, что Он хочет быть государством-мессией, пока не скажет самому себе, что Он будет возглавлять великий духовный джихад человечества, начав с освящения собственной государственной жизни, и что Он будет делать это даже без палки исламского джихада, до тех пор террор будет погонять его, не давая разжревшему Ешуруну заснуть. Выбор у нас единственный. Или Израиль возглавит духовный джихад, или военный джихад уничтожит его. Так что, не надо бороться с исламским джихадом, раз его допускает Всевышний? Ничуть. Лозунг архитекторов Осла должен звучать иначе. «Бороться со своим грехом, с палестинцами в себе, будто нет террора, и бороться с палестинским террором, будто мы уже стали святыми воинами Израиля». Сказать иначе, отношение к террору должно быть как отношение к болезни. Каяться и лечиться. О покаянии мы подробно говорили выше. Теперь время поговорить о лечении. О скальпеле силы и антибиотике правды.